Всем привет! В этом видео будет обзор жилого комплекса Рыбальский, который находится в Подольском районе на улице Набережная Рыбальская. Сейчас я пойду в отдел продаж, попрошу, чтобы нам сделали презентацию данного комплекса и по возможности подняться уже в один из построенных домов, посмотреть на качество строительства, на то, как сдаётся квартира, в каком виде, и вам это всё покажу. Вот такие дома уже есть построены, если я не ошибаюсь, два или три. Сейчас мы точно всё уточним и узнаем. И вот есть такие дома, которые строятся. Идём в отдел продаж, всё вам буду показывать. Знакомьтесь, это Максим, менеджер отдела продаж. И сейчас он нам расскажет о нашем живом комплексе ЖК Рыбальский. Максим. Здравствуйте. Смотрите, у нас будет в ЖК Рыбальском будет 9 домов. Как вы видите, два дома уже построены, введены в эксплуатацию. Для ориентира мы сейчас находимся в отделе продаж, вот здесь, на углу дома номер 3. Ещё три дома находятся в стадии строительства. Два дома здесь и дом номер 7 на первой линии. Один из домов будет вводиться в эксплуатацию в начале следующего года. Это дом номер 5. Его особенность в этом трехэтажном строении. Это так называемый фамилии порт. Это образовательный центр со школой, садиком и образовательными кружками. Также дом номер 11, он будет вводиться в эксплуатацию в конце следующего года. И дом номер 7, он в принципе только-только поступил в продажу, только начаты строительные работы. Он будет вводиться в эксплуатацию в 2023 году. Из особенностей нашего жилого района Рыбальский. Первая особенность это сама по себе концепция город-города. То есть пока что в Киеве, насколько мне известно, всего 6 таких комплексов, которые с концепцией город-города. То есть пока что это особенность, действительно, а не, скажем так, популярная такая концептуальная вещь. Далее. Наша жемчужина, наша фишка, то, чем мы будем гордиться в будущем, это водный канал. Водный канал, это искусственное сооружение, которое будет позволять заплывать вовнутрь жилого комплекса с Днепра. Высота от зеркала воды до моста будет около 4,5-5 метров. Также по бокам этого канала, на первых этажах каждого из этих домов, будут рестораны, кафе, бары определенно высокого уровня. То есть это будет целая, так называемая, гастро-улица. Далее. Пешеходный бульвар протяженностью 380 метров, засаженный высокими и высокоростными деревьями. В особенности, допустим, платаны. Я думаю, многие из вас были в Одессе, платаны видели с этими стволами огромными. То есть эти деревья будут выше, чем данные дома. И летом это будет максимально зеленая и тенистая зона. В отличие от большинства, скажем так, зеленых зон других ЖК, где, в принципе, по большому счету садят декоративные клены с большими шапками 3-х метровые. И, собственно говоря, все. Еще одна такая особенность, немаловажная. Это паркинг. Паркинг у нас двухуравнивает под каждым домом. И количество паркомест к квартирам практически один к одному в пропорции. Если брать суммарно с гостевыми паркоместами, которые будут располагаться по периметру, и также паркоместами около коммерции, то это число, эта пропорция как раз и составит один к одному. Что касается прогулочных зон, то у нас здесь будет облагораживаться набережная. Около километра набережной. К ней будет доступ около дома номер 1, около дома номер 13 и также около канала водного. Также будет два прохода к реке. В целом, так по большему счету рассказал чуть-чуть, могу рассказать, что будет еще вокруг. Вот, уважаемые зрители. Это картина, это не наше изображение, не мы его придумали. Это изображение из генерального плана Киева. То есть, вот он, жилой район Рыбальский. Из девяти домов. Это перспективная будущая застройка. То есть, есть понимание, что весь жилой, извиняюсь, весь Рыбальский полуостров, это будет жилая застройка, а не промзона. Как есть сейчас. То есть, сейчас, в данный момент, это у нас завод Ленинская кузня. Я думаю, многие его знают. Но, по факту, это почти не работающая такая зона, которая функционирует процентов на 5-7, наверное. Вот. И также чуть выше, чуть выше этой зоны есть у нас парк Почайно. Не многие его знают, не многие знают. Даже я по своим клиентам сижу, что не многие его знают. Это сейчас пока что дикая зона с высокими деревьями, с озером. Но, тем не менее, уже несколько месяцев назад, насколько мне известно, провели тендер на выбор подрядчика по его благоустройству. Выбрали небезызвестную компанию. Если хотите, загубляйте, посмотрите. И, как обещают сотрудники этой компании, что данный парк через 2-2,5 года будет одним из лучших Киев. Максим, мы давайте сейчас присядем, и было бы интересно по стоимости, по срокам сдачи, ну, такие детали. Да, хорошо, конечно, давайте. Друзья, сейчас нам Максим покажет планировки домов некоторых, и мы позадаем немножко вопросов. Да, на самом деле планировок у нас очень и очень много. То есть, у нас, если смотреть, допустим, по карте, опять-таки, повторюсь, вот эти 2 дома, они сданы, и 3 дома находятся на стадии строительства. Если мы говорим про готовые дома, то здесь есть похожие планировки, не одинаковые, но похожие. Если мы говорим об остальных домах, то планировки отличаются и друг от друга, и от уже построенных домов. То есть, планировки совершенно разные в каждом доме. Максим, скажите, а вот в домах, которые уже сданы, есть ли свободные квартиры? Свободные квартиры есть, их очень небольшое количество. Если мы говорим о двухкомнатных квартирах, то их осталось 3. Если мы говорим о трехкомнатных, там, четырехкомнатных, то их еще 2, еще плюс 2. Причем, одна из квартир, довольно-таки, интересная по планировке, это трехэтажная квартира, расположенная вот здесь. Это довольно-таки редкая планировка, мало кто использует. Но, тем не менее, из всех трехэтажных квартир она осталась в трех уровнях, она осталась одна, на 106 метров. На самом деле, многие думают, что, многие называют скворечником, но, тем не менее, довольно-таки, она функциональная, эта планировка. То есть, она есть террасой. То есть, сейчас у вас в продаже есть запущен седьмой дом, продажа в седьмом доме, да? Да, да, два месяца как. И квартира есть в наличии. Да. Больше интересует там, скорее всего, одна-двухкомнатные. Да, есть, конечно же, такие варианты. Я вот по седьмому дому, тот, который только поступил в продажу, который состоит из четырех секций, я из него распечатал три планировки. Отлично. И еще две, одну из готового дома и одну из дома номер 11, который будет сдаваться в следующем году, в конце года. А седьмой номер сейчас, который поступил в продажу, срок сдачи планирования? Да, мы ставим в 2023 год. Так, это у нас планировка... Да, это у нас планировка небольшой однокомнатной квартиры на 48,5 метров с максимально лояльной стоимостью квадратного метра, да, и, в принципе, общей ценой также. Вот, то есть, довольно-таки простая планировка, функциональная. Да, кстати, пока Zoom находится на этапе строительства, мы для наших клиентов предоставляем услугу перепланировки. То есть, мы делаем перепланировку под инвестора совершенно бесплатно, если это не противоречит строительным нормам. Понятно. Так, это у нас однокомнатная... Это однокомнатная, да, квартира. Теперь двухкомнатная. Это у нас максимально лояльная, она у нас выходит на сторону западную, то есть, на сторону девятого дома. Ну, в целом, она расположена у нас вот здесь, и отсюда будет довольно-таки неплохой боковой вид на зеленую зону. Вот, так же, двухкомнатная квартира, это уже вид на Днепр, непосредственно прямой вид на Днепр, и мы с вами сразу можем увидеть разницу в стоимости квадратного метра. Здесь у нас 37 тысяч, здесь у нас почти 50 тысяч. За счет вида? За счет, да, за счет вида. Цены у нас зависят в первую степень, в первую очередь от видовых характеристик, во вторую это от этажа. Чем выше, тем дороже, правильно? Да, да, чем выше, тем дороже. То есть, это двухкомнатная квартира, это, кстати, вообще небольшая, это первая квартира с такой площадью, вот такой небольшой площадью в Рыбальском, и также довольно-таки функциональная планировка с двумя балконами. Ну, для 53 метров почти. Да, да. Очень неплохая планировка. Да, довольно-таки. Расположена она непосредственно с видом на Днепр, то есть, Днепр у нас вот здесь, будет уже прямой вид. Это шестой этаж? Да, да, это шестой этаж. Есть и выше, есть и ниже, если что. Но сейчас, несмотря на то, что дом два месяца поступил в продажу, два с половиной, уже практически четверть дома продано. Очень давно этот дом ждали, те жители, которые уже приобрели квартиры у нас, либо же новые хотели на первой линии Днепру. Да, это, получается, самый дом номер семь. Самый элитный дом по видовым характеристикам. Да, наверное, кому-то нужен вид, кому-то нужна тишина, наоборот. Здесь, наверное, будет шумновато, да, немного от дороги. Ну, возможно, да, возможно, с открытыми окнами и больше, но вата, но тем не менее, если окна закрыты, то в целом у нас они очень-очень высокого качества, и вы шума практически не услышите. Плюс ко всему, давайте я вам кое-что еще покажу. Смотрите, то есть, пока что вот эта часть дороги, она, я думаю, многие знают, что эта часть дороги, она загружена. Загружена она по большей степени с двух районов. Это Аболонь и Троещина. Но есть Подольско-Воскресенский мост. Дай бог его достроит. Да, дай бог его достроит, но в целом есть также обзорщики строительства мостов. Тоже можно посмотреть, я слежу за этим. И как обещает, ну, мэр наш обещает, да, что его сдадут в этом году в декабре, я сомневаюсь, конечно, в этом, но тем не менее, в перспективе полугода, я думаю, что его все-таки сдадут. И тогда вот эта часть дороги будет максимально разгорожена. Да, действительно, сейчас его очень активно строят. Поэтому мы надеемся, что сдадут. Да, поэтому шума здесь станет существенно меньше. И опять-таки, в зависимости от того, на каком этаже мы смотрим квартиру, тут нужно уже понимать, какой уровень шума в ней будет. То есть, если мы рассматриваем, допустим, квартиру на самом высоком этаже, квартиру с террасой, это будет самая-самая высокая, самый высокий этаж, то сюда, в принципе, звук и долетать-то не будет. Он будет долетать, но в меньшей степени. Ну, и обратите внимание, здесь уже и стоимость. Стоимость, да, квадратного метра, с участием, она выше. А терраса какой площади здесь получается? Терраса общей площади фактической 44,5 метра, но входит она с коэффициентом 0,3, то есть входит она в общую квадратуру как 13,35. Ну, а по факту 44,5 метра. Да, 44,5 метра. Тоже довольно-таки уютная двухкомнатная квартира на 86 квадратных метров с спальнями, разбросанными в разные стороны. Как по мне, так это самый удачный вариант планировки. И, ну, как бы мастер-бедрум со своей ванной комнатой. При возможности, кстати, здесь можно разместить еще одну комнату. Угу, без возможности, да. Да, либо же кабинет, опять-таки, с выходом на террасу. Расположение вот здесь вот тоже. Напомню, что здесь у нас Днепр, то есть будет довольно-таки... Красивая, довольно-таки красивый вид. Так, это ясно. Максим, у нас... Ну, по планировкам спасибо вам, все ясно по стоимости тоже. У нас вопрос такой... По поводу магазинов, по поводу детских учреждений, ну, там, садиков, школ. И вопрос там, если есть, к примеру, животные. Животные есть. Ну, прогулки, возможно, с собаками. Я понял. Да. Не сразу понял. Думаю, может быть, у нас есть животные здесь. Но, тем не менее, кстати, по поводу животных. У нас даже отдел продаж animal-френдли, поэтому приходите даже со своими питомцами. Плюс. Да. Вот, смотрите, по поводу животных, по поводу всего-всего того, что вы спросили. Повторюсь, по поводу, кстати, школы. Это у нас вот Family Port. Это образовательный центр со школой, с садиком и образовательными кружками. Как обещает наш оператор, который уже будет заходить сейчас на ремонт в эту зону, что откроется в следующем году, уже 1 сентября, будет открыт. Вот. Это будет частная школа, частный садик. Что касается развлекательных каких-то моментов для детей, то есть в плане качели и так далее, и так далее, то в каждом из внутренних дворов у нас будет небольшая часть этих развлекательных моментов, но наибольшая концентрация будет в доме номер 5. По поводу спорта вы не спросили, но тем не менее, ответим. Мы все знаем про пятый элемент. Да, пятый элемент, это практически официальный наш спортивный оператор, но тем не менее, вот здесь, вот между домом номер 5 и домом номер 11 будет максимальная концентрация спортивного инвентаря и спортивных тренажеров. Хотя, опять-таки, в каждом из внутренних дворов будет небольшая часть спортивной зоны. Что касается коммерции, повторюсь, что концепция у нас город в городе, то есть у нас здесь будет абсолютно все, чтобы как можно меньше отсюда нужно было выезжать. То есть, то, что здесь будет гастро улица, я уже сказал, но в каждом доме будет, вот в готовых домах у нас только один этаж коммерции, а во всех остальных домах у нас будет как минимум два этажа коммерции, а со стороны водного канала три этажа коммерции. Здесь будут и нотариальные конторы, и адвокатские коллеги, архитектурное бюро, и кафе, то есть все, все, все абсолютно. Даже могу сказать, что дом еще фактически не сдан пятый, но тем не менее, одна из секций сдана, и уже открыта даже клиника. То есть, здесь у нас будет, это первая клиника открыта, еще будет одна, как минимум, открыта клиника, плюс будут дополнительно стоматологические клиники и так далее, и так далее. Понятно. Продуктовые магазины тоже будут, да? Да. Я так понимаю, это там не супермаркеты какие-то там? Это будет, да, это будет супермаркет. Один из магазинов, это будет большой супермаркет, театрный супермаркет, он будет располагаться в доме номер 11. Еще будет по всей территории, почти в каждом доме, небольшие продуктовые магазины, разноформатные. То есть, это будет как для веганов, так и для мясоедов, сыроедов и так далее, и так далее. Еще вопрос по поводу реконструкции набережной. Когда планируется она начать, начать эту реконструкцию, и когда планируется сдача? Пока что мы не анонсируем этот момент. Потому что это очень важно. Это да, ну, пока что, по крайней мере, мне эту информацию не доносили, и пока что, ну, лучше я пока что промолчу, когда будет информация точная, лучше я тогда вам скажу. Ну, в принципе, нам все ясно, нам бы хотелось подняться в какую-то квартиру и посмотреть вживую, скажем так. Да, хорошо, давайте, я только за, да. Все, идем тогда в квартиру. Кстати, вот так будет выглядеть. Друзья, мы сейчас идем в одну из квартир, и Максим нам расскажет про материалы строительства. Смотрите, я сначала расскажу про внешние, то, из чего мы строим внешне, то есть про отделочные материалы. Допустим, внешний это вентилируемый фасад. Если мы говорим о алюминиево-композитных панелях, то они у нас австрийские. Если мы говорим о клинкерной плитке, вот сюда не видно, но, тем не менее, вон там все дальше, вот создание, сейчас еще посмотрим, то это только Германия. Если мы говорим в целом о внутреннем наполнении квартир или помещений там коммерческих, то это только красный полнотелый кирпич. То есть экологически чистый материал, только глина, просто обожженная. Просто обожженная. То есть это даже не пустотелый материал. Это является хорошим и термоизолятом, и шумоизолятом. Плюс ко всему, по поводу термоизоляции, 15-20 сантиметров базальтовой ваты, чего вполне-вполне достаточно. Извините, Максим, а это уже здесь кто-то живет? Да, да, конечно. У нас сейчас в двух домах, уже с данных, введенных в эксплуатацию, фактически проживает около 80 семей. И около 240 семей в данный момент делают ремонты. То есть, скорее всего, там через 2-3 месяца это будут довольно-таки густо расселенные дома. Да и, в принципе, коммерция тоже активизировалась. То есть видят, что уже живут люди и уже очень-очень много делают ремонты. У нас открыта даже галерея Леры Литвиновой. Угу. Да, художница, скульптор. Так что можете приходить. Вот интересно здесь. Да, это одна из моих самых любимых секций под дерево. Это как раз вот алюминиево-композитные панели от 3-х. Очень красиво. Спасибо. Обратите внимание, что каждый дом, каждый двор закрыт. Да, да. Вход будет по карточкам, да, только для жильцов? Доступ только, да, для жильцов определенного. Это мы сейчас поднимаемся с улицы, но доступ в внутренний двор есть и из каждого подъезда. То есть мы фактически сейчас находимся, будем находиться на крыше паркинга в любом уровне. Активно делаются ремонты. Да, ну это, я думаю, все зрители слышат, что действительно ремонты здесь делаются активно. У нас на первых этажах здесь 50 на 50 квартиры и коммерция. То есть есть и живые квартиры на первых этажах. Входят, скажем так, в тренд. Надоели трехметровые заборы, да? Да, да. Вот здесь, как вы можете видеть, здесь такие, можно сказать, опоясывающие балконы. Это не общие балконы. Там есть разделение. Такие балконы у нас в третьем и в девятом домах. В остальных домах, насколько мне известно, такого не будет. То есть у нас все-таки люди любят, чтобы была своя частная небольшая такая территория. Терраса это балкон или лоджия, это уже вопрос второй. Интересно. И сейчас мы идем... Сейчас мы идем в следующий готовый дом. Это дом номер 9. Там также уже внутренний двор готов. В целом, как я и говорил, уже эти два дома сданы полностью. И в этом доме мы посмотрим на пару вариантов квартир. Отлично. Пойдемте. Так, это у нас дом номер 9. 9, да, 9. Самый центральный дом в ЖК Рыбальки. Он сдан, правильно? Да, да, он сдан. Ну и вот такой двор. Здесь где-то процентов 90, это первый этаж, процентов 90 это жилые квартиры. Здесь немножко по-другому сделано. То есть если в соседнем доме у нас вместо газона у нас была засыпана корой древесной, то здесь вот... Немножко необычно, конечно, видеть первые этажи под живую недвижимость. Ну, вообще комфортно. И здесь будет возможность поставить какой-то столик, правильно я понимаю? Ну, конечно, вот уже, в принципе, ребята живут, они уже поставили там себе мебель мягкую. Пойдемте посмотрим, немножко интересно. Ну, я же повторюсь, вот здесь у нас все свои, как бы, здесь даже жители уже такое, скажем так, комьюнити создают. То есть они общаются. Бывает такое, что они списывают общать и организовывают сами здесь какие-то ивенты, скажем так. Максим, еще важный вопрос, извините, перебивая, по поводу оплаты коммунальных услуг. Все у нас идет по счетчикам. То есть у нас и вода, и свет, и тепло по счетчикам. Что касается придомовой территории, то это 17,50 за квадратный метр. Сюда входит и охрана, и видеонаблюдение, и флористы, и все, все, все. Нормальная стоимость. Скажите, а отопление у вас централизованное? Да, централизованное. Но под каждым домом у нас стоит индивидуальный тепловой. Не на квартиру, счетчиков на квартиру нет? На квартиру. Есть? Да. То есть можно отрегулировать для себя, под себя точнее, можно отрегулировать подачу тепла. Понял. Поэтому мы сейчас зайдем в подъезд. Пойдемте? Да. И посмотрим. В каждом подъезде у нас, ну, сейчас как-то ремонт идут. Можете видеть, что здесь у нас такие разводы, пыли, поседают, хотя уборка у нас очень-очень часто проходит. Под ногами у вас в каждом подъезде, на каждом этаже только итальянская плитка, антискользящая. То есть если дамы будут на шпильках, то они будут уверены в своей походке. Лифт 1. Лифт 1. Да, лифт 1, но тем не менее, лифты также у нас, кстати, будут по карточкам, то есть тоже нельзя будет подняться даже в лифте. Лифт 1. Лифты у нас исключительно производства Германии и Швейцарии. В данном случае Швейцария, Шинберт, одни из лучших в мире. По поводу счетчиков. Счетчики у нас располагаются на площадке, то есть это у нас вода, это у нас тепло и чуть дальше у нас электроэнергия. А сколько квартир на этаже? На этаже у нас от 2 до 5 квартир. В данном случае это максимум до 5 квартир. Давайте зайдем в одну из них. Вот такой лестничный марш. По поводу лифтов, кстати, смотрите, у нас в доме, в этом девятом доме у нас порядка 300 квартир и 13 подъездов. То есть так можно примерно посчитать, что примерно 25 квартир, один лифт. То есть фактически очень-очень хороший показатель. Если речь идет о длинномерах, как бывает, что спрашивают мои инвестора, то есть мои клиенты, то да, придется все-таки один раз какие-то длинномерные материалы, либо же мебель занести. Но тем не менее мы не так часто покупаем что-то новое. Это один раз делать ремонт. Дверь можете посмотреть, это именно качественная хорошая дверь. Резкость. Да, да, то есть ее менять не нужно будет. И насколько я знаю, из тех, кто въехал уже, никто ее не менял. Никто не менял. Так, это у нас квартира. Это двухкомнатная квартира небольшого размера, 62 квадратных метра. Вот то, что я говорил по поводу красного полнотелого кирпича. У нас все и межкомнатные стены, и межквартирные, и внешние стены. Все из красного полнотелого кирпича. Сразу же стоят у нас внутрипольные конвектора, чешские. Тоже довольно-таки хорошие. Коэффициент полезного действия гораздо выше, чем у всего навесного. Плюс не скрадывает полезное пространство. Так как то, что есть некоторые в ЖК, когда радиаторы перекрывают панорамное окно, и просто теряется смысл этого панорамного окна. Ну, такое себе, как по мне. Вот, у нас это немножко по-другому все. Когда человек покупает квартиру, мы выдаем ему сетку, такую примерно сантиметра, полтора-два высотой, чтобы этот радиатор стал, точнее этот конвектор, стал в один уровень с уже сделанным полом. Кстати, по поводу пола, идеально ровная лазерная стяжка. То есть ничего дополнительного оборвать не нужно будет. То есть квартира у нас сдается, стяжка, конвектора, входная дверь. Да, стеклопакеты. Выйдем здесь? Да, конечно. Это такая небольшая лоджия, это действительно самая небольшая, наверное, лоджия. Это мы на каком этаже? Это мы сейчас на третьем этаже находимся. И перед нами здесь еще будет дом, да? Да, дом номер 7, который недавно поступил в продажу. Примерно вот отсюда уже можно понять, какой вид будет в этом доме на сторону Днепра. То есть такой шикарный шикарный вид. Да, вид будет очень красивый. Максим, а по поводу железной дороги и шума от нее? Да. Есть такое? Шум действительно от железной дороги есть, но опять-таки нужно понимать, на какой стороне брать квартиру. Если вас шум не смущает, как вот одна моя куринка сказала, что это мое воспоминание с детства. Говорит, я в деревне у бабушки под этот шум засыпала. И в целом, ну как бы, если человек, может быть, часто даже путешествует на поезде, то в целом этот шум ему тоже будет как бы идти на пользу. Но в целом могу сказать, что если окно закрыто, то вы поезд практически не услышите. То есть его будет слышно, его в любом случае будет слышно. Но если вы берете квартиру на южную сторону, то есть в сторону окна, чтобы располагались, да, в сторону подола, то поезда вы практически не услышите. Плюс, насколько мне известно, город планирует размещать звукопоглощающие панели. Ну, посмотрим, как это будет реализовано. Все мы как бы знаем, да? Обещаний много. Вот, кстати, сейчас у меня открою дверь и возьмем плюшную шумообогалярку. Сейчас я открою окно, вы примерно послушаете, как шумит улица. И заберем плюшную шумообогу. Вот, можете сюда подойти. Сейчас что-то такое громкое, может быть, произойдет. Ну, я вам скажу, что звук не критичный. Ничего не слышно. С закрытыми окнами ничего не слышно. И это нет еще откосов. То есть, когда будут откосы, будет практически гробовая тишина. По поводу, кстати, ремонтов, у нас на ремонтах вы сможете даже сэкономить, когда будете это делать. И это за счет как раз вот красного полнотелого пирпича. То есть, он такой фактурный, структурный вещь, что вы в целом можете в один слой краски покрасить, даже вот если кухню брать, да? В один слой краски покрасить. И там поставить два вазона высоких с зеленью. И у вас кухня уже будет выглядеть довольно-таки свежо. Так что... Какая высота потолков? С учетом стяжки 2,82. Так, это у нас 100... Эта квартира у нас с общей площадью 178 квадратных метров. Но сюда входит еще и терраса площадью... В эту же площадь входит терраса площадью 116 метров. Фактически это ее площадь, но входит она в квадрату как 35 квадратных метров. То есть, коэффициентом 0,3. Так же, как и в предыдущей квартире у нас панорамное остекление. Кстати, стеклопокеты у нас... Мы берем от трех производителей. Это либо Alutec, либо Aluplus, либо Reyners. Хорошие производители. В частности, да, вот Reyners. Это одни из вообще самых-самых-самых лучших производителей. Что обеспечивает хорошую энергоэффективность квартиры и шумоизоляцию. Так, она у нас в двух этажах, да? Это планировка, да? Уровневая, да. Проговорим. Это кабинет, спальня, да, возможно? Да, да, да. Что угодно можно делать, опять-таки. Можно убрать, правильно? Можно убрать, так как здесь несущие конструкции на первом уровне у нас... Сейчас я посмотрю. Да, здесь их нет. Здесь можно просто сделать хоть один большой open space. Также у нас в каждой двух-трехуровневой квартире у нас уже стоит лестница. Хоть она и техническая, но довольно-таки качественная. Поэтому некоторые из железа оставляют ее себе просто немножко дорабатывать. Очень светлая квартира. Ну, скорее всего, этой промзоны... Этой промзоны в перспективе... Скоро не будет, да? Да, в перспективе пятнадцати лет именно на всем Габальском не будет. Летом она мне что выглядит более презентабельно, потому что высокие деревья, зеленые. Мне это смотрится. Смотрятся очень-очень хорошо. Особенно поклонникам стиля киберпанк или фильма, возможно, Безумный Макс. Так сказать, адаптация киевские пустоши. Это терраса, как раз вообще площадью, сто шестнадцать квадратных метров. Сто шестнадцать метров, огромная. Сейчас ее переделываю, точнее, исправляю тут неточности, которые... А под нами... Неточности, а деформации кое-какие. Под нами квартира тоже с террасой, да, получается? Да, 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 под нами тоже с террасой, но с небольшой террасой по сравнению с этой. Вообще с большой, но по сравнению с этой местом. Здесь у нас будет еще один ряд домов. То есть внизу у нас этого дома будет канал водный. И за этим каналом у нас будет еще один ряд домов. У этой квартиры у нас практически не соседи, потому что ближайшие на сторону к Днепру у нас только на той стороне дома. Это дом номер одиннадцать, который будет поплавно вводиться в эксплуатацию в конце следующего года. Ну да, здесь шикарная квартира. И можно сюда даже видеть арку дружбы народов. Кодольский-Воскресенский мост. Даже Андреевскую церковь видно. Это уже другая квартира. Другая перегородка стоит. Ага. Ее еще пока нет. Понятно. И стоимость такой квартиры? Эта квартира стоит порядка девяти миллионов. Максим, расскажите еще там о рассрочках. По поводу рассрочки у нас возможны различные варианты рассрочки. Причем на каждый дом у нас отдельные условия рассрочки. И самые такие лояльные, это, наверное, первый взнос от десяти процентов. Это касается дома номер одиннадцать. И срок рассрочки до трех лет. Без процентов? Есть удорожание семь и девять процентов годовых на остаток. Но первые шесть месяцев льготные без удорожания. Без какого-либо удорожания. Еще важный момент по поводу лифты спускаются в паркинг. Да, льфты спускаются в паркинг. Не везде это, к сожалению, есть. Да, но у нас это реализовано. То есть в паркинг и на нулевой уровень, и на минус первый. Кстати, вокруг минус первого уровня паркинга еще есть кладовые. То есть для любителей спорта, возможно, если хранить нужно борт или лыжи, то, пожалуйста, есть кладовые. От шести метров квадратных. Стоимость кладовых? Стоимость кладовых в данный момент квадратный метр стоит 26 тысяч. И еще мы... Кстати, вы удивитесь по поводу стоимости паркинга. Я только хотел спросить, стоимость паркинга. Да, потому что все удивляются. Даже звонят, которые мне интересовались квартирами, ребята из Харькова. И они говорят, да у нас даже дороже в паркинге. Вот у нас паркоместа, первое паркоместа под квартиру. Всего можно приобрести два под одну квартиру. Первое паркоместа стоит по льготной цене 450 тысяч гривен. Хорошая цена? Вполне. Для такого комплекса. Меньше 16 тысяч, если перевести в эквиваленте, меньше 16 тысяч долларов. Второе паркоместа у нас идет по уже полной цене. Это будет порядка 550 тысяч. Ну, тоже подъемная стоимость. Для такого комплекса? Для такого комплекса, для локации, опять-таки, если смотреть в перспективу, то после запуска Подольского-Воскосенского моста, здесь эта территория будет цениться еще дороже, еще больше. Понятно. Еще, Максим, вы хотели нам показать лапомойку какую-то? Да, да, да. Сейчас мы посмотрим для животных, для питомцев наших домашних. Сейчас мы спустимся на нулевой уровень. И там, вы видите, в каждом подъезде у нас стоит локомойка для питомцев. Питомцы. Питомцы также могут использовать бегуны, допустим, которые утром начинают с пробежки, просто помыть кроссовки, там, в виду же колеса и велосипеда, допустим. Вот так выглядит у нас паркинг. А это нулевой уровень паркинга. Еще есть минус один. Да, еще есть минус первый уровень. Мы туда уже не пойдем, потому что, в принципе, они практически идентичны. Так что один. Идем посмотрим. И сейчас мы из паркинга зайдем в подъезд, чтобы посмотреть, как выглядит та самая локомойка. В принципе, ради этого я сегодня и приехал к вам. Ну, кстати, локомойка у нас для некоторых клиентов является даже визитной карточкой. Потому что такого практически нигде нет. Как это выглядит, вот можно здесь посмотреть. Вы погуляли с питомцем, вы зашли в подъезд, вы помыли лапки и уже чистое животное, просто поднимаете домой. Также для бегунов или велосипедиста вы сможете просто помыть кроссовки, допустим, либо же колесо велосипеда. И опять-таки, чтобы не заносить грязь в дом, вы просто чисто идете, поднимаетесь к себе в квартиру. На ворот. Да. Ну, это так выглядит у нас парадная. То есть, пока что здесь, так как ремонта много, здесь не особо чисто, но примерно можно уже понимать, как это все будет реализовано в каждом подъезде. Максим, спасибо вам большое. Нам было очень интересно. Приходите еще. Обязательно придем к вам еще. Действительно достойный комплекс и много плюсов. Ну, как и в любом комплексе, есть и минусы, но без этого никак. Ну, какой бы комплекс ни был, в любом... Если что скажете по поводу минусов, какие что у вас судило в этом? Я вам скажу по поводу минусов, но они устранимы. Это, да, это там, это шум, скорее всего. Это отсутствие пока инфраструктуры. Да, пока что, да. Ну, это минусы, которые... Временные. Временные, да. Которые будут решены. Это так и есть, на самом деле. То есть, я... Нечего здесь скрывать, как бы, да. Сейчас коммерция только заезжает. Тем не менее, есть уже кафе, есть галерея, есть у нас уже даже компьютерные лаборатории здесь функционируют. Есть клиника, как я уже говорил. То есть, в целом, в ближайшем будущем будет открыто много коммерций. Так что, приезжайте к нам, заселяйтесь и становитесь частью семьи Рыбальского. Отдел продаж открыт. Да. Все. Приезжайте. Всем пока, до связи на новых ЖК.